Жасказганским рабочим пообещали, вынужденных отпусков не будет, зарплата сохранится в прежнем объеме. Успокаивать рабочих, обещавших массово выйти на акции протеста, приехало руководство корпорации Казахмыс, Аким Карагандинской области и вице-министр. Рабочие высоким гостям поверили и в намеченную дату на митинг не вышли. Ну, обещали, наверное, вот это Сагантаев, первый премьер-министр, зам, приехал сам, ага, все обещали, все остается на своем месте. Мы получили 100% зарплата, но завод будет останавливаться на 2 года, 3 месяца. Это нельзя все будет пить. Мы все довольны сегодня, все не только я, вот это, а новое отделение плавильщиков, все это поддерживали сегодня. Все это, как объяснили, все нормально, хорошо. Заводчанам пообещали, их всех на два с лишним года переквалифицируют в строителей. Рабочие будут перестраивать родной завод под новую руду. Вновь запустить предприятие обещают в 2016 году. Сказали, что будет 100% зарплата, люди будут работать, своими силами будем разбирать, потом новое собираем. Вообще, реагировала полиция очень быстро, только обратились, все приехали. Радостно. Жизказганский общественник Берих Жагипаров, в прошлом шахтер одного из предприятий Казахмыса, не верит обещаниям своего бывшего работодателя. Цель этих обещаний – сбить накал страстей в городе и не допустить новых акций протеста, уверен общественник. В мире нет такого капиталиста, который за просто так будет платить такие деньги. И думаю, понимание придет, эту информацию обмозгуют люди, продумают, и придут к мысли, что их обманули. Имеющий свою точку зрения активист, давно попал в немилость местных властей и руководства корпорации. В прошлом году руководитель Казахмыса Эдуард Агай написал заявление в КНБ, прося привлечь общественника за разжигание социальной розни. Сейчас, во время очередного обострения ситуации в городе, Бериха Жагипарова вызвали уже в прокуратуру. Претензии у правоохранителей те же – разжигание социальной розни путем публикации в соцсетях. Берих с обвинениями не согласен. Социальная рознь объяснила тем, что я травлю рабочих на своих руководителей, на ОГАИ, на других руководителей. Но я как бы наоборот, я сам упрекнул прокурора, говорю, не я же заводы закрываю, не я же там увольняю, не я там зарплату срезаю. Почему именно за эту ситуацию должен нести ответственность я? Сейчас в городе все спокойно. Завод и другие предприятия корпораций Казахмыс работают в обычном режиме. Рабочие надеются, что их городообразующее предприятие не закроет окончательно, и Жизказгань не превратится в очередной город-призрак.